Один из активных подписчиков моего канала, Камрадмасса00003, сообщил тут своему любимому Евгею Изи Лайфу, то есть мне, прекрасную новость. Появился способ запускать на PS3 любые игры от PS2, переконвертировав их в PSN игры типа PS Classics. Дело в том, что не так давно я сделал другое видео на тему запуска игры от PS2, так как очень хочу поиграть в три тайтла. Но, к сожалению, поиграть я так и не смог, потому что мой комп слабоват по части графики, и достойных FPS в эмуляторе не выдает. Так что, Камраду, спасибо за информацию. Что ж, попробуем разобраться. Берем официальную инструкцию и скачиваем приложенные файлы. Там внутри будет две папки. Содержимое папки под номером 1 полностью переносим на любую флешку форматов от 32. Также рекомендую перенести pkg файл из папки с react.psn в корень, чтобы было проще его установить. Засовываем флешку в приставку. Сначала устанавливаем пакет с PS2 Classic Placeholder. Затем устанавливаем react.psn. React.psn это такая утилита, которая позволяет прописывать ключи активации для игрушек, скачанных из PSN. Чтобы она заработала, нужно создать нового пользователя под названием АА. Только АА маленькими буквами. Убедитесь, что после букв нет пробелов. Создав пользователя, запускаем из-под него react.psn. Пять безinger исключений. Создав Система перезагрузится. В моем случае перезагрузка прошла не очень хорошо, поэтому запустилась проверка жесткого диска. Терпеливо ждем ее окончания. Как видите, пользователь AA переименовался в React PSN. Все эти операции нужно сделать только один раз, поэтому можно заходить в вашего обычного пользователя, сделав его учеткой пользователем по умолчанию. Итак, почти все готово для запуска игры, которую нужно положить по указанному в Placeholder пути. Тут становится понятным значение слова Placeholder. Это иконка в интерфейсе, которая будет запускать положенный в нужное место файл. Приступаем к подготовке запускного файла. Для этого вам понадобится диск с PS2 игрой, в которую вы хотите поиграть. Сделайте из него образ ISO с помощью любой утилиты, например UltraISO. Если у вас диска нет, вы конечно можете скачать уже готовое ISO с игрой, но скорее всего речь идет о хорошей игре, не будете же вы спустя столько лет играть во всякое дерьмо. Поэтому хороший тон все-таки купить оригинальный диск с игрой, благо сейчас они стоят копейки. Ну что же, тем или иным способом файл ISO с игрой получен. Начинаем ставить утилиты для конвертации. Первое PS3 Tools, внутри которой есть подпапка Tools, где лежит файл pkg-content-id. Запускаем его от имени администратора, так как он вносит изменения в реестр. И получаем фиг, так как нет необходимой библиотеки. Качаем ее из интернета и подкладываем в каталог с программой. Все используемые в инструкции утилиты требуют эту библиотеку, так что скопируйте ее во все подпапки в папке под номером 2. В дальнейшем я заострить внимание на этом не буду. Теперь программа запускается. Но как выяснилось уже ближе к концу инструкции, она нужна лишь для генерации pkg с игрой. А это лишь один из трех возможных способов его переноса на приставку. Так что PS3 Tools нахер не нужен, и мы зря потратили время. Можно смело удалять созданные им записи в реестре. А вот нужная утилита это PS2 Classics. Запускаем ее, переходим на вкладку Encrypt, указываем путь к ISO-образу нашей игры. В следующие две строчки пишем эти цифры и никакие другие. Это тот самый ключ от игры PSN, который мы зарегистрировали на приставке с помощью React-PSN. Дальше нажимаем Add Link Serrector и говорим Yes. Потом нажимаем Encrypt и еще раз говорим Yes. Ждем окончания процесса. В результате в папке с программой появится файл ISO-bin-enc, который нам нужно перенести на нашу приставку в каталог куда мы установили placeholder. Путь к этому каталогу game ps2u.1000.usrdir. Поскольку от pkg мы отказались, у нас остается два пути переноса файла. Это переписать его по FTP, либо же воспользоваться USB-носителем. Причем обратите внимание, что если файл больше 4 гигабайт, то его нужно будет на компьютере порезать, а на приставке потом обратно склеить с помощью того же Multiman. Так что FTP-загрузка это наверное проще всего, и я ее показывать не буду, а покажу как переписать файл с USB. Для этого открываем файловый менеджер Multiman, и нажимаем файл на USB-носителе, копируем его. Дальше идем на основной жесткий диск приставки в каталог game. Именно game, а не games. Ищем там папку с тем самым Placeholder. Внутри будет usrdir, вот туда наш файл с игрой и копируем. По окончании копирования выходим из Multimena, и в следующем году. Выбираем placeholder и пробуем запустить. Продолжение следует... Как видите, все работает. Для Фомы неверующих показываю, что играю я на беспроводном джойстике от PS3. Продолжение следует... Помните, что на данном этапе Placeholder запускает только один файл с игрой с определенным названием. Так что если вы хотите запускать несколько игр, вы можете либо каждый раз перезаписывать этот файл на нужный, либо переписать все нужные файлы на приставку и переписывать или переименовывать их уже на приставке. О чем нам вообще говорит вся эта ситуация? О том, что технически PlayStation 3 с самого начала могла запускать любые игры от PlayStation 2 и без всяких чипов. И блокировка запуска носит сугубо программный характер. Скорей всего, пидорасы из Sony, простите, маркетологи, решили по второму разу продать вам те же самые игры. Ведь многие все еще хранят PS2 диски в своих коллекциях. Самый пипец, что многие старые игры просто недоступны в PSN даже за деньги. Что делает маркетологов Sony почетными дважды пидорасами. А пользователей заставляют взламывать свои приставки, лишаясь гарантии.